В нашей студии появляются гости, и не простые, а в спортивной форме. Это фитнес-мама нашего города с их участвовательными детками. Татьяна, Оксана и Мария Михайловна. Степан Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, сегодня мы вас позвали, чтобы мотивировать всех мамочек, папочек, бабушек, дедушек заниматься спортом вечером. И без всяких отговорок, что у меня нет штанги, у меня нет гантелей, есть ребенок для этого. Расскажите, чем вы занимаетесь, что это за сообщество, и почему не просто со штангой заниматься? Ну, на самом деле я занимаюсь кроссфитом, но так как родила ребеночка недавно, решила заняться занятиями, занятия с молодыми мамами и их детьми. С какого возраста можно заниматься? Можно заниматься с детьми от двух месяцев примерно, если были естественные роды. Если роды неестественные путем, то месяцев примерно с шести. Это за занятие только для мамы, или для малыша тоже какая-то зарядка, что-то там? Да, малыш в принципе тоже ищет какую-то координацию, когда мы держим на ручках его. То есть я считаю, что для малыша это тоже будет понятно. Оксан, вопрос к тебе. Как долго ты занимаешься, и почему решила пойти именно вот в это направление, а не просто бегать-прыгать? Я занимаюсь второй месяц, не так давно. Ну, во-первых, я пошла, потому что стало скучно дома сидеть одно и то же, уже надоедает. Во-вторых, конечно, для ребенка общение. Там ходят и мамы с детьми, дети между собой общаются, это все равно хорошо для ребенка полезно. Степан Юрьевич, расскажите, пожалуйста, как вам... Нравится? С кем вы уже подружились, Степан? Скажи, с кем? С Машей. С Машей, я вижу. Мария, нравится ли вам заниматься? Мама плотно держит, все, да, все, без вопросов. Сегодня вы нам какие упражнения покажете, для чего, с какого месяца можно и как нужно к этому подготовиться? Сегодня мы покажем вам упражнение поднимания малыша вверх, то есть упражнение на плечевой пояс, далее у нас будут упражнения на боковые мышцы пресса, то есть скручивания с малышом, и упражнение на мышцы ног и ягодичные мышцы. Как разминаться с ребенком, когда он везде-везде бегает? Отдельно, одной или все-таки? Разминаться стоит сверху вниз, то есть начиная с шеи, потом дальше плечи, руки, корпус, ноги разминаем. Если малыш не дает это делать, ну, то есть там, пристает к маме, там, балуется, лучше взять его на ручки и выполнять то же самое с ним. Или звонить папе, приезжай с работы, я буду разминаться. Можно так. А приходит ли папа к вам на занятия? Нет, с папой-то не приходили. Не приходили? Они такие, как ум, у меня работа, а сами когда-нибудь, да? Ну да. Но, я так понимаю, если папу звать, то нужно, конечно, второго заводить, чтобы было вот так вот на каждую руку по ребенку, либо заниматься уже с пятилетним ребенком, чтобы было потяжелее. Все, мы готовы к вечерней зарядке, нам спортивную отбивочку, сразу после нее будем заниматься. Мы готовы к вечерней тренировке. Возьмите в руки ребенка, если нет, то в нашем случае это окунь Григорий, а можно взять что, что угодно, тяжелее, скольки килограммов? Три! Пяти! Пяти килограммов. Тань, объясняй, рассказывай, что будем делать. Первое упражнение, которое мы выполним, это поднимание малыша вверх. Ножки на ширине плеч, малыша держим перед собой за подмышки, делаем, укладываем небольшой подсед и поднимаем малыша вверх. Так делаем, весь повторение. У меня трудности, где у окуня подмышки? Давай вот здесь вот, давай, поехали. Так. Если нравится малышу, значит мы правильно делаем, да, упражнение? Да, малыш должен улыбаться. Если не нравится, то упражнение лучше прекратить. Выключаем со стороны, так мы выполняем весь повторение. Так, Степан, нравится. Почему мой-то никаких звуков не выдает? Таз отводим назад, гаим на пяточке. И полностью упрямляемся, 10 повторений. Это были наши фитнес-мамы с их недорогим спортивным инвентарем, но очень красивым и голубоглазым. Спасибо им огромное. Мы советуем вам заниматься так каждый день. Ну и на этом у нас все. Это было вечернее шоу «Пятка Тодей». Пока-пока. Занимайтесь спортом.